МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Осло вручены Нобелевские премии мира за 2022 год. Вооруженные силы Украины нанесли удары по базам российских войск в оккупированном городе Мелитополь в Запорожской области. На рассмотрение Государственной Думы России внесен законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за диверсии. Так же сегодня. Представляешь, когда ты 10 лет не пробовал чеснока, укропа, петрушки, земляники, понимаешь? Это же все накапливается, у тебя как-то... Ты знаешь, мне было страшно, когда я был в одиночке, на какой-то этап я потерял интерес к еде. Я жутко стал худеть. Осужденный в США и освобожденный в результате обмена заключенными торговец оружием Виктор Бут, вступил в ЛДПР и пожаловался на суровые условия в американской тюрьме. 10 декабря, в День прав человека, который отмечается под эгидой Организации Объединенных Наций, в Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира, которую в этом году разделили белорусский правозащитник Олесь Белявский, Международное общество «Мемориал» и Украинский центр гражданских свобод. За Олеси Белявского, находящегося сейчас в заключении, премию получала его супруга Наталья Пинчук. Она выступала первой. Эта награда принадлежит всем моим друзьям, прошедшим сквозь избиения, пытки, аресты и тюрьму. Я знаю, какая Украина устроила бы Россию и Путина. Зависимая диктатура. Такая же, как сейчас Беларусь, где голос угнетенного народа игнорируется и пренебрегается. Это была жена белорусского правозащитника Олеси Белявского Наталья Пинчук. Выступавший от имени Мемориала председатель правления общества Ян Рачинский говорил о том, что он и его товарищи считают причиной происходящего сейчас в России, причиной подавления гражданских свобод внутри самой страны и проведения агрессивной внешней политики, вылившейся в полномасштабную агрессию против Украины. Первопричину этих преступлений мы видим в сакрализации государственной власти как высшей ценности, в провозглашении абсолютного приоритета того, что этой властью угодно считать государственными интересами, над личностью, ее свободой, достоинством и правами. Это перевернутая система ценностей, в которой люди, лишь расходный материал для решения государственных задач, господствовала в нашей стране 70 лет. Одно из очевидных следствий сакрализации государства – возрождение имперских амбиций. Проявлением этого в начале Второй мировой войны стали нападения на Польшу и Финляндию, захват стран Балтии, аннексия Бессарабии и Северной Буковины. Послевоенные диктаты в отношении стран Восточной Европы, вторжение в Венгрию в 56-м и в Чехословакию в 68-м, война в Афганистане – проявление тех же амбиций, которые живы и сегодня. Другое следствие – безнаказанность не только тех, кто принимает преступные политические решения, но и тех, кто совершает преступления при их исполнении. Безнаказанными и даже нерасследованиями остаются бессудные казни, убийства мирных жителей, пытки и мародерство. Мы видели это в военных действиях в Чечне, мы видим это и сегодня на захваченной территории Украины. После бомбежек Гроздова уничтожение Мариуполя не стало чем-то принципиально новым. Цепь безнаказанных преступлений продолжается, она не прервется сама собой. И у этой проблемы нет никакого компромиссного решения. Увы, у российского общества не хватило сил прервать традиции государственного насилия. В 70 лет государство уничтожало всякую солидарность между людьми, атомизировало общество, искореняя в нем всякое проявление гражданской солидарности, превращая его в покорное и безгласное население. Сегодняшнее печальное состояние гражданского общества в России прямое следствие непреодоленного прошлого. Для нас высшим приоритетом является человек, его жизнь, свобода и достоинство. Мы отвергаем формулу «человек – ничто, государство – все». В центре нашего внимания не эпохальные исторические события и не вопросы большой политики, хотя и в этих вопросах приходится разбираться, чтобы понять контексты человеческих судеб. Для нас важнее имена и судьбы конкретных людей, ставших жертвами преступной государственной политики в прошлом и настоящем. Это был фрагмент выступления на церемонии вручения Нобелевской премии мира председателя правления Международного общества «Мемориал» Яна Рачинского. От имени Центра гражданских свобод Нобелевскую премию мира получила глава Центра украинская правозащитница Александра Матвейчук. Она напомнила о том, что война России против Украины, которая принесла украинскому народу неисчислимые страдания, продолжается уже почти 9 лет. Александра Матвейчук напомнила историю матери в Запорожье, потерявшей сына в результате российского ракетного обстрела через два дня после его рождения. Александр Матвейчук попросила демократические страны не ставить экономические и политические интересы выше соблюдения прав человека. Я бы хотел привести фрагмент недавнего интервью Александры Матвейчук украинской редакции Радио Свобода и ее ответ на вопрос, какая из историй, случившихся после 24 февраля этого года, ей запомнилось особо. Я запретила сама себе давать ответ на этот вопрос, потому что, когда ты пропускаешь через себя очень много боли, то это очень тяжело. Я запретила спрашивать саму себя о том, что я чувствую, какие у меня эмоции. Я не задаю себе такие вопросы. Ведь все мы люди, а то, что происходит и что вижу я, не человеческое. Я не думаю, что боль можно сравнивать. Но мне запомнилась работа журналистов, которые разговаривали с членами семьи из Мариуполя, у которых трое детей. Они спокойно жили, пока не пришла Россия их освобождать. Поначалу они оказались в бомбоубежище несколько месяцев без воды, электричества и медицинской помощи. И в какой-то момент отец принял решение вывести детей. Вы, наверное, знаете, что Россия не давала Международному комитету Красного Креста разрешение эвакуировать детей из Мариуполя на украинскую территорию. Он был вынужден ехать в Россию и пройти через систему фильтрации. И тут происходит следующее. Его задерживают, то есть он попадает в фильтрационный лагерь, а его троих детей отправляют в Россию. И в России их подготавливают к усыновлению. Эта история имеет счастливый конец. Его отпустили. Старшему сыну удалось дозвониться до отца и предупредить его, что у него есть пять дней до того, как их усыновят, и отец каким-то чудом забрал своих детей. Но эта история еще и о том, что у человеческой боли нет границ. Я недавно была в Аргентине и рассказывала это официальным представителям государства. Я видела слезы. Мы не знаем масштабов. Это можно теоретически сосчитать, но в хаосе войны нужно быть честными. Мы не знаем, о какой точно цифре идет речь. Но мы точно можем сказать, что это огромное количество людей. Это принудительные депортации. Это военное преступление. И важно понимать, почему мы утверждаем, что они принудительные. Вопрос не в том, что людей со связанными руками везут с территории Украины на территорию России. Вопрос в том, что у них нет иного выбора, чтобы выжить. Когда выбора нет, когда это единственный вариант, когда тебя лишают гарантированного, кстати, международным гуманитарным правом, права на безопасную эвакуацию, то это выбор без выбора. Это принудительная депортация. Говорила глава, получившего в этом году Нобелевскую премию мира Центра гражданских свобод в Украине, правозащитница Александра Матвичук. Это фрагмент ее недавнего интервью украинской редакции Радио Свобода. Жители Украины продолжают испытывать серьезнейшие трудности с электротеплоснабжением. После ударов российских беспилотников в эти выходные без света и тепла остаются сотни тысяч жителей Одессы. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключил полного блэкаута по всей стране. Мэр оккупированного города Мелитополь Иван Федоров сообщил об ударе в ночь субботы на воскресенье по российским базам в Мелитополе в Запорожской области, в результате которого, по его словам, были убиты и ранены до двухсот российских военных. Ранее представитель оккупационной администрации, аннексированной из Запорожской области Владимир Рогов, сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины загорелась база отдыха под названием Привал Охотника. По его данным, два человека погибли, десять ранены. Когда он писал это в соцсетях, продолжался разбор завалов. А вот что рассказывает мэр Мелитополя Иван Федоров. В целом было сразу же уничтожено как минимум три места концентрации российских военных. Первое, это был уничтожен личный состав на блокпосту в Новобогдановке. Новобогдановка находится в 20 километрах от Мелитополя в сторону Запорожья. И в чем важность этого населенного пункта? Потому что это узел железнодорожный, через который сегодня расисты делают перекидку большого количества своей военной техники и живой силы. Второе, что не менее важно, была уничтожена радиолокационная база, которая находится буквально в километре от Мелитополя возле села Семеновка и эта радиолокационная база служила для расистов помощью и для организации ПВО и для навигации своих воздушных судов. И третье, было непосредственно уничтожено место, где и проживали и находились российские военные. Кто там проживал? С одной стороны, там проживали аналитики и айтишники структуры ФСБ, которые работали с базами данных, с реестрами и именно они больше не смогут работать с базами данных против нас, против государства Украины. С другой стороны, там часто находились и проводили время осетинцы, которые как жили там, так же и проводили время, отдыхали, но так же они не смогут там больше находиться. В сумме, по итогам трех объектов, которых я сейчас перечислил, десятки российских военных больше не смогут служить ни в какой армии, а сотни российских военных ранены и в лучшем случае сохранят какие-то жизненные функции. Но есть еще основная цель, которая была достигнута данными действиями. Всегда в нижней части города, где находится непосредственно данный гостиничный, ресторанный комплекс, россияне концентрировали свои основные силы. Как минимум, два захваченных завода, городе полиции, военкомат, именно там основная концентрация. Почему там? Потому что была пропаганда, которая говорила о том, что именно там лучшие системы ПВО. Теперь мы видим, какое там ПВО. Абсолютно дырявое и безопасного места у русских военных нет на территории Мелитополя. Больше это точно. Мы понимаем, что Мелитополь сегодня является стратегическим местом для освобождения, для того, чтобы освободить весь юг Украины и в том числе наш временно оккупированный Крым. Поэтому точно это стоит на повестке дня у наших вооруженных сил и точно мы увидим результаты в ближайшее время. Поэтому ровно так же, как это было в Херсоне, ровно так же, как это было на Харьковщине, шаг за шагом методично уничтожаются огневая мощь и силы противника. Только за последнюю неделю, которая прошла, уничтожено более 10 мест концентрации российских военных. Предыдущая неделя было порядка 20. Поэтому мы видим методику, мы видим, что шаг за шагом огневая мощь уничтожается, личный состав уничтожается и демотивируются все происходящее. Такую же ситуацию мы видим и по коллаборантам. Если раньше им пропаганду говорили о том, что все будет хорошо, вас никто не тронет, вы защищены. Сегодня совершенно другие реакции. Это был мэр украинского города Мелитополь Иван Федоров. Командование Вооруженных сил Украины и Министерство обороны Украины отказываются официально подтвердить факт ударов по военным базам на российские территории. При этом представители администрации Соединенных Штатов заявляют, что не поощряют такого рода удары. Существует также договоренность о том, что поставляемое в Украину оружие из стран НАТО не может применяться по целям на российские территории, чтобы не спровоцировать прямую конфронтацию России и НАТО. Вот как оценивает эти удары и отказ Киева признать ответственность за них Джеффри Эдмонс, бывший руководитель российского отдела Совета по национальной безопасности США. Я думаю, что это сигнал российскому руководству, что украинская армия может наносить удары по целям на территории России и что Россия не должна думать, что она может вести эту войну без каких-либо последствий для себя. Россия не может просто вести войну в Украине и ожидать, что ничего не произойдет на ее собственной территории. Есть различия между применением американских систем против российской территории и смекалкой, которую проявляют сами украинцы, применяя свои системы из своих запасов против целей на территории России. Это совершенно разные вещи. Соединенные Штаты правы в том, что не хотят, чтобы американские системы применялись на территории России, справедливо опасаясь эскалации. Также Вашингтон не хочет давать повод разговорам о том, что это якобы война между Россией и Америкой, а не между Россией и Украиной. Эта война именно между Россией и Украиной. И у Украины есть вполне законные основания наносить удары по целям на территории России, особенно по военным целям. Соединенные Штаты хотят помогать украинцам сражаться с русскими в Украине, но одновременно с этим стараются не допустить эскалацию, не дать России повод раздуть этот конфликт в нечто большее. Я думаю, что это такая интересная тактика, и используется она для того, чтобы оставалась какая-то неопределенность, несмотря на то, что сложно вообразить, что кто-то еще мог бы совершить эти удары. Я думаю, что это, скорее всего, не явно выраженный сигнал Москве о том, что цели на территории России являются вполне законными, но чтобы при этом Москве пока не за что было зацепиться, чтобы в чем-то обвинить Украину. Хотя это вряд ли сработает, потому что мы уже видели, как сильно начинает злиться российское руководство, если Украина что-то обстреливает либо в Крыму, либо на территории России. Но такая тактика все-таки оставляет какую-то неопределенность в то время, когда Украина может и хочет атаковать военные цели в России. Говорил бывший сотрудник Совета по национальной безопасности Соединенных Штатов Джеффри Эдамс. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 12 декабря. Тема выпуска «Представляю я, Андрей Шароградский». Вслед за гигантским пожаром в магазине строительных товаров «ОБИ» в подмосковных Химках в конце прошлой недели сегодня произошло возгорание в торговом центре «Стройтракт» в Балашихе. Власти объясняют эти пожары, охватывавшие десятки тысяч квадратных метров и нанесшие ущерб во многие миллиарды рублей нарушениями правил техники безопасности, короткими замыканиями и так далее. Так или иначе, но крупные пожары в разных российских регионах после начала войны в Украине возникают на разных крупных объектах с поразительной регулярностью. Счет поджогом военкоматов идет на десятки. В Государственную Думу России внесен законопроект, ужесточающий наказание за диверсионную деятельность. Как отмечает юрист правозащитного проекта ОВД «Инфо» Ева Левенберг, статья о диверсиях в Уголовном кодексе России давно существует, но власти явно не хотели часто ее применять. Но теперь у них просто нет выбора. Статья о диверсии, она же не новая. Она очень древняя, она перешла из еще Уголовного кодекса РСФСР, допустим. И наказание сейчас за все эти поджоги, взрывы и прочие преступления в такой направленности они уже были. Статья уже есть. Статья 281 Уголовного кодекса Российской Федерации. На самом деле они хотят сейчас идти по пути эксимистских террористических сообществ. Фактически вводят новые статьи для людей, которые возможно не являются и не будут являться самими исполнителями данных преступлений, но для тех людей, которые теоретически могут попадать под категорию организаторов, пособников, людей, которые каким-то еще образом вовлекают других людей в совершении преступлений. Но на самом деле здесь закрадутся сомнения, потому что я не считаю, что такие размытые формулировки, которых они предлагают вести наказание, тем более настолько серьезное наказание, будут действительно направлены исключительно на людей, которые причастны к совершению данных преступлений. На самом деле из-за того, что формулировки очень размыты, практически любой человек к сожалению может оказаться объектом пристава внимания правоохранительных органов. Посмотрим даже на те изменения, которые они предлагают внести в содействие диверсионной деятельности. Там, кроме склонения и вербовки, есть и фактически приводят в статье в санкции самой диспозиции. Указано иное вовлечение лица в совершении преступления. Что они понимают по иным вовлечениям мы пока не знаем, но я подозреваю, что любая помощь, подвезли на такси, передали продукты, поговорили, уговорили, это все может трактоваться как вот это иное вовлечение. В том числе и пособничество. Пособничество это вообще очень широкое понятие. Здесь и рекомендации, и советы, и любая иная другая помощь, естественно. Но больше всего мне в этих всех наведениях нравится это статья прохождения обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, где они указывают на то, что есть лицо. Приобретают знания, практические умения, навыки в ходе занятий по физиологической или психологической подготовке. Если обучаются правилам обращения с оружием, к сожалению, они тоже это могут считать прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности и наказание очень-очень суровое. У терроризма и диверсии у них разный объект посягательства. Цель террористических действий это устрашение населения, влияние на принятие политических решений. Цель диверсионной деятельности это подрыв экономической стабильности и обороноспособности. В связи с тем, что предметом сегательства являются совершенно разные отношения, поэтому они решили максимально расширить и диверсионный комплекс статей. Как мы видим, на самом деле внесено было два законопроекта, один с другим. Первый буквально с такими косметическими правками был еще в ноябре внесен и уже прошел первое чтение тоже о внесении изменений в статью 281 и 205 как раз террористическую, где они фактически расширяют способы совершения данного преступления. Следом за этим очевидно они уже вспомнили о том, что как-то они неоправданно обошли вниманием и диверсию и решили пойти к террористическим преступлениям внести вот эти инициативы, предложили ввести новую статью уголовный кодекс, заслучили наверное оправдание диверсии, но я считаю, что в скором времени они восполнят этот пробел и дополняют и оправданием диверсии. На самом деле они использовали практически любые статьи, кроме диверсии, хотя на самом деле возможность привлечь поджигателя военкоматов по статье о диверсии была, но они ее почему-то не использовали, потому что наверное это какой-то нелюбимый ребенок и диверсию они всегда обходили страной и не думали о том, что по ней можно привлечь. Вандализм и умешанное порождение имущества, но почему-то не диверсия. Мнение юриста правозащитного проекта ОВД-Инфо Евы Левенберг. Алексей Навальный пожаловался в социальных сетях на психологическое давление со стороны администрации колонии, где он отбывает срок заключения. По словам Навального, к нему в камеру в штрафном изоляторе подселили заключенного, который не соблюдает личную гигиену. В небольших камерах, где второй человек находится на расстоянии вытянутой руки, поддержание гигиены имеет абсолютно принципиальное значение. Проблемный в этом смысле зэк моментально сделает вашу жизнь невыносимой. Но все по закону, о чем и сообщает администрация с радостными и счастливыми улыбками в ответ на мое возмущение, написал Навальный в социальных сетях. А вот освобожденный на днях в результате обмена Виктор Бут, который был осужден в США за контрабанду оружия, в эфире телеканала Арти, жаловался на пережитые им трудности другого рода. Вопросы ему задавала тоже бывшая заключенная американской тюрьмы, ныне депутат Государственной Думы России Мария Бутина. В кадре она смотрела на Бута с ярко выраженным состраданием. Меню стандартное в Федеральном бюро тюрьмы. Оно не меняется. Представляете, все эти почти 12 лет, которые я провел, меню, но менялось, может быть, то есть среда это гамбургер с ужаренной до смерти картофелем фри, четверг это курица, вот этот кусок ножик буша, который гигантского размера, который такой быть не может. который пахнут так, что просто хочется, не буду говорить в эфир, но вот. И когда я, например, долго общался с начальниками этих служб, они говорили, что вам не нравится? Я говорю, вот извините, а вы сами вот это бы ели? Они говорят, ну а что, вот что не нравится? Я говорю, ну просто это не съедобно. Это, говорю, даже не по-человечному. Я говорю, вы понимаете, я два года в тайской тюрьме там больше отсидел. Насколько она была там, ужасная, грязная, скучная. Вот. Но там хотя бы они давали любую еду, которую ты можешь заказать. То есть у них не было проблем. Если я захотел что-то, да, там можно было, Алла мне заказывала, ну буквально спрашивала, что ты хочешь? То здесь ты просто, Марина, представляешь, когда ты 10 лет не пробовал чеснока, укропа, петрушки, земляники, понимаешь? Это же все накапливается, у тебя как-то... Ты знаешь, мне было страшно, вот когда я был в одиночке, на какой-то этапе я потерял интерес к еде. Я жутко стал худеть, понимаешь? У меня просто вот при таком отношении оно как-то само собой ушло. Я стал себя заставлять есть через силу. Это был фрагмент интервью, которое дал телеканалу RT, освобожденный на днях в результате российско-американского обмена с заключенными Виктор Бут. Он был осужден в США за контрабанду оружия. Бут после возвращения в Россию уже успел вступить в ЛДПР. Партийный билет на фоне портрета Владимира Жириновского ему торжественно вручил новый лидер ЛДПР, председатель Думского комитета по иностранным делам Леонид Слуцкий. Вполне возможно, Виктора Бута мы тоже увидим среди депутатов Государственной Думы во фракции ЛДПР, как и, к примеру, Андрея Лугового, бывшего сотрудника российских спецслужб, напрямую причастность которого к смерти Александра Литвиненко указало проведенное в Британии расследование. Мой собеседник, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Виктор Бут вступил в ЛДПР. До него в ЛДПР оказался Андрей Луговой, который подозревается в причастности к смерти Александра Литвиненко. Я уже хотел вас спросить, почему они все оказываются в ЛДПР, но вот посмотрел, что Мария Бутина, она все-таки депутат Единоросс и брала интервью у Виктора Бута. Тут есть какой-то принцип? Я думаю, что более вероятная версия это способы некой политической нейтрализации людей, оказавшихся на святое России, прописки политики, предложения некого относительно высокого статуса, из которого в особо ничего не вытекает, потому что ни Луговой, ни Бутина, особенно в качестве депутата в Госдуме, себя никак не проявили. То есть, это такой символ подсчета, уважения, конвертации известности в статус, но без каких-то серьезных рычагов политического влияния. То есть, это некая синякура, и в данном случае ЛДПР выглядит как место, где действительно амбиции, особенно ярко, проявлять возможностей не будет. Ситуация с ЛДПР не вполне понятна, партия находится в кризисе, и не вполне понятно, нужна ли существующая власть сильная, или какая-то ЛДПР, и в условиях радикализации повестки любая ЛДПР будет принимать голоса у той же «Единой России», поэтому четкого понимания нет. Казалось бы, персонал будет достаточно известно, что привлекать партии какие-то какие-то голоса, симпатии. Другое дело, что до конца непонятно, чем будет ценен, известен, велик. И вообще всегда есть проблема с персонами, которые отменяются в тех или иных преступлениях, но отрицают. Чем интересен Владимир Клочков, если он не покушался на Чубарь? Чем интересен Андрей Луговой, если он не убивал Литвиненко? Чего он достиг в жизни, и почему такой статус? Очевидно, яркого ответа на это обществу избирателям не предлагается, поэтому это действительно скорее возможность как-то поприсутствовать в Думе, в повестке, но есть общая проблема трудоустройства людей, которые таким образом досветились, потому что сам образ жертвопроизвола, он, наверное, имеет ограниченный эффект, трудно себе представить, все-таки будто такую полноценную представить себя Анжела Дэвис, и то, что российским обывателям это, в принципе, сильно интересно. Ну, а ЛДПР заинтересовано в принятии таких членов, или они просто получают, скажем, сигналы с Кремля и решают, что, ну, будь так будь. Я думаю, что для ЛДПР сам по себе сигнал такой, скорее всего, получено парадное, что давайте трудоустраивать, будем как быстро это произошло, поэтому я думаю, что еще недавно ЛДПР не ожидала, не представляла себе эту фигуру в рядах партии, но сказали, ЛДПР партии системная и временами на трудоустраивая занятных персон. Вступление осужденного в США за контрабанду оружия Виктора Бута в партию ЛДПР комментировал президент фонда «Петербургская политика» политолог Михаил Виноградов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио свободы» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. Студия подкастов «Радио свобода».